Как устроена у тебя воронка? Неужели надо обязательно с жопы дожидаться? Такие, ооо, ооо, класс! Я лежал в состоянии таком, знаешь, что я мертв и у меня больше никаких ресурсов и никаких резервов больше нет. Такая эволюция экспертов. Итак, друзья, привет! С нами Павел Кочкин, эксперт номер один по предназначению в России. Паша делает на онлайн-школе примерно сейчас около 7 миллионов рублей в месяц. Да, 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 да. Делает, в смысле, это выручка. Это выручка, да, из которой какая прибыль, мы узнаем, в общем-то, в этом интервью. И мы у Паши повыясняем, какие механики он использует, как он эту школу создает. И он участвует там как эксперт, и его продюсируют разные, соответственно, команды. Итак, Паш, давай сначала расскажем про какой твой бэкграунд. То есть ты эксперт, эксперт крутой. Ну, вкратце, как ты пришел к тому, что ты стал проводить тренинги, выступать там и так далее. Я решил, что я готов заняться одним долларом, одним. Вот, пускай будет минимальная какая-то сумма, но которая будет капать от того, что я построил, а не от того, что я работаю. Вот это у меня прям был очень качественный переход, я помню. И я на это много времени потратил. Потратил, каким образом, стал... В это, во-первых, никто не верит. То, что можно построить что-нибудь системное, что будет как-то деньги приносить. Ну, я стал просто копать в эту сторону параноидально. И оказалось, что вот если мы квартиру сдаем в аренду, это же не то, чтобы совсем мы ничего не делаем. То есть все-таки надо хотя бы, я не знаю, раз в несколько месяцев арендатору как-то поменять. Или может быть ремонт какой-то сделать. То есть просто минимальное количество времени на то, чтобы оттуда приходили какие-то деньги. И какие были найдены альтернативы? Во-первых, конечно, я садюсь своей арендой квартир. И у меня есть какие-то квартиры, которые я сдаю в аренду. А во-вторых, как ни странно, онлайн-бизнес очень хорошо под это попадает. То есть создав какую-нибудь онлайн-платформу, например, сайт, на котором у тебя идет более-менее какой-то понятный контент, и ты там что-то продаешь, это если выстроить систему, то живет какое-то время самостоятельно. Тоже может испортиться, тоже может перестать быть актуальным. Например, как и с квартирой. То есть иногда участвую, мы можем докрутить. Вот и потом это продает что-нибудь. Вот отошли в стороночку, и это может либо медленно портиться, либо если очень качественно построил, то оно может стабильно держаться или даже немножко расти. Не будет, конечно, революционного роста, но все же, да? И я в какой-то момент переключился на историю с финансовыми потоками. И у меня получилось. Я на это потратил много лет своей жизни. То есть онлайн-школа для себя как один източников финансового потока? Да, именно так. Для меня онлайн-школа и вообще все мои бизнесы с какого-то времени, они посвящены тому, чтобы выстраивать финансовые потоки. Вот, я заморочился над следующей задачей. Что надо делать и как себя удержать в состоянии эффективности высокой и в состоянии благополучия. Потому что из жопы мы все умеем работать. И ты создал так тренинг предназначение? Да, да, да. И так я создал тренинг предназначение, да. Был экспертом. Экспертом. Сам разобрался. По сути, являешься тоже экспертом. Для друзей, для близких, для тебя, для тех, кто со мной очень близко знакомы и так далее. Я, конечно же, помогаю в этой истории с мотивацией и так далее. Я имею в виду, ты перешел, как бы эволюционировал из эксперта, который вовлечен в тренинги и так далее, в методиста. А это следующий этап. Это уже следующий этап. То есть сначала я сел на кухне. Сначала я решил свою задачу. Неужели она обязательно жопа дожидаться, чтобы быть эффективным? Искал, как бы сделать так, чтобы, не дожидаясь проблем, быть предельно эффективным в работе. Решал это за часом. Потом за столом с друзьями. Потом мы сделали платную историю для людей, которые меня не знают. А сейчас что происходит? Сейчас эта модель уже так много раз повторена, что система от меня отторгнута. Я этим занималась достаточно долго. И теперь я могу ее, наконец-таки, вовне передавать. В книгах, онлайн-курсах, системных решениях, где я от нее отторгнут. И когда я участвую, я обгрыжу систему. А когда я отсоединяюсь, она довольно-таки эффективно работает без меня. Давай расскажем, вот мне нравится твоя история. Это вот этот вот переход, который на самом деле он очень красивый. В том плане, что он как бы такая эволюция эксперта. То есть сначала эксперт очень активно включается в тренинги, сам все проводит, завершается. Потом происходит этап насыщения. И такое, типа, блин, я уже устал, я не хочу и так далее. И уже эксперт эволюционирует в том, что он создает образовательную систему, которая потом, в твоем случае, вылилась в онлайн-школу. Расскажи, как выглядел этот переход у тебя, и что служило таким... Качественным переходом. Ну, вообще, стимулами для этого качественного перехода? Рассказываю. Значит, у меня трое детей, как ты знаешь. Вот так не всегда было. Значит, у меня когда-то была дочка одна, вот, и мы с Элечкой, с моей супругой, счастливо жили в маленькой однокомнатной квартире. Ну, вот я как раз тогда тренинги вел пятницу вечер, субботу, воскресенье, интенсивы. Интенсив был основным доходом, где я вживую в зале там большое количество. Ну, в оффлайн. Ну, в оффлайн. Да, оффлайн там, там, 30-50 человек. Иногда ездил по другим городам, вот. И помогал людям найти дело жизни, самоопределение. Мы там все это выстраивали. В какой-то момент мы с Элей думали вообще, чем себя замотивировать. И один из мотивов был, я говорю, слушай, ну, мы долго будем жить в маленькой однокомнатной квартире? Может, мы хотим квартиру побольше? Вот. И тут мы обнаруживаем, что я говорю, слушай, ты как-то слабо хочешь. Как я это понимаю? Я говорю, я ничего не делаю для того, чтобы вот, ну, больше зарабатывать. Вот. Она говорит, ну, я правда хочу. Я говорю, тогда бы ты смотрела квартиры сейчас. Тогда бы ты сейчас, ну, как-то, ну, активничала в этом направлении. И мы себе признались в том, что мы не хотим. Вот. И я говорю, что же на самом деле хотим? И мы поняли, что мы хотим угрожать еще детей. И в момент, когда Эля была беременна Платоном, вторым нашим ребенком, вот в этот момент я осознал, что означает быть экспертом. Когда Эля посмотрела вот так по сторонам на нашу квартиру и сказала, куда мы поставим платошную кроватку? Мы друг на друг смотрим. И в этот момент вот это давнохотение, типа стать богаче нам, больше денег и так далее, превратилось в намерение. Круто. Из разряда, пока животик вот еще не стал 9-месячным и пока не родился, у меня осталось фиксированное количество времени. И что я сделал? У меня было 5 интенсивов, где я был максимально вовлечен как эксперт. У меня не осталось голоса. Я не смог, ну, никак больше не расшириться. И да, я заработал денег на первоначальный взнос, на ремонт и так далее. Мы переехали в квартиру, я все сделал, но я весь январь, я помню, я лежал в состоянии, таком, знаешь, что я мертв, и у меня больше никаких ресурсов и никаких резервов больше нет. Соответственно, у меня моя картина в голове перерисовалась, что если мне надо вот в моей текущей роли, как эксперта, зарабатывать больше денег, то у меня должна либо какая-то быть баснословная ставка, то есть я должен просто стоить каких-то нереальных денег, я не рыночных, вот, либо я должен работать как-то так, что у меня уже голоса нет, я еле живой, там меня на носилках выносят, там, в публике, показывают, там, типа, вот, Кочкин здесь. Вот сформировался запрос. Да, сформировался такой запрос, что я уже смотрел на это на все и понимал, так вот, ну, это не поле для роста, я так дальше не смогу. Вот, и тогда я перед теми людьми, с кем я вместе работал, поставил очень простую задачу, я сказал, слушайте, уходим в онлайн. В онлайне, и я веду в прямом таком вот режиме, да, вот, и это была вторая стадия, когда я ушел из живого ведения в онлайне, потому что я сажал горло перед экраном, если я вел вживую, то есть я как эксперт даже в онлайне, все равно, если я там много работаю, я нужно отдыхать потом, горло болит там и так далее, вот, и тогда я принял самое такое, ну, жесткое стратегическое решение, что если я делаю что-то в онлайне, то только под запись, только под запись, и если я не понимаю, как эта запись потом будет использована в системе, которую мы строим, тогда мы не проводим это онлайной мероприятие. Классно, классическая такая эволюция эксперта, прям супер. Да, я вот в какой-то момент, ну, понял, что все, то есть никаких живых мероприятий, которые не под запись, которые не строят систему, больше не проводим, без иллюзий. То есть, если я сейчас проведусь, заработаю много денег, или я что-то другое сейчас сделаю, это останется в записи, будет у нас всегда работать, ну, прям сейчас не приносит денег, или приносит минимально, сразу занимаемся второй частью. А когда пришел вот именно момент, когда ты из такого вот, как бы, не системного онлайн-бизнеса, ты стал систематизироваться, сделал онлайн-школу, когда это впервые получилось. И как это, ну, то есть, как это произошло? Это партнер появился? Ну, во-первых, ты на это повлиял, да, прилично. Вот, когда мы с тобой, ну, и до этого много общались, я все время наблюдал, как ты там над собой работаешь. Вот, и наши с тобой общие друзья, там, Петя, и тому подобное, они к тому моменту выстрелили уже такими, знаешь, такими большими китами. Я про себя все думал, думаю, а что Серега-то? Вот, вот так много работ, причем очень эффективно с собой. Где Серегины выстрелы? Вот, Серега, видимо, накапливал потенциал, для того, чтобы в какой-то момент показать такие цифры, что я с этой стороны смотрел, думал, ну, бог ты мой, а вот и кейсы, а вот и примеры. Вот, и когда я увидел, сколько и как можно выстраивать в онлайне в доход с твоей стороны, это мне открыл, конечно, дверь большая, да, и я тебе за это очень признателен. Потом, у меня был жуткий саботаж всего того, что авто, вот, то есть, как только я про себя был абсолютно уверен, что я буду обманывать людей, говоря им, что у меня живой вебинар, а на самом деле он автовебинар, что я сейчас делаю курсы в записи, и это, естественно, потеряет качество. Потому что... про автоматические воронки. Да, про автоматические вообще любой технологизированный процесс. Потому что одно дело, когда я вживую веду, и мне все учителя говорили, слушай, ну, это же совсем разные вещи. Самый лучший вообще способ, и единственно качественный, это личная передача, причем вживую, желательно один на один. Я говорил, класс, я так точно делать не буду. И дальше я начал работать над улучшением каждого из показателей. Например, по записи-то мы можем выбрать одну самую лучшую из десяти, которую я сделал. И я никогда не смогу повторить тот шедевр, который мы выбрали, один из десяти. То есть я провел, не знаю, на одну и ту же тему десять раз одну и ту же лекцию. Но один раз у меня было прекрасное настроение, и были шутки, и народ я зацеплял, как ты водил, и я очень точно попадал в боль. На следующий раз, когда я то же самое вел, было меньше людей, они были какие-то кислые, я сам был уставший. И в чем идея? Из десяти лекций, одинаковых на одну и ту же тему, в запись попадало шедевр, то есть самое лучшее. Второе, во что я поверил, в то, что онлайн более эффективен, чем офлайн. И это правда так. Простейший пример это откаты после тренинга. То есть приходят в зал, учатся эффективно, такие, ооо, класс, в конце хлопают в ладоши, меня очень любят ученики. Они в конце говорят, боже мой, это был самый обалденный два с половиной дня, там или три дня в моей жизни. Это лучшие инвестиции, особенно когда я по миру ездил. Они говорили, слушайте, это вот было лучше вообще, куда я когда-либо вкладывал деньги. Я регулярно это слышал. Но дальше возникал вопрос, а что они делают через два дня, после того, как уехали из тренинга в зал? Дальше человек с этой тетрадкой, с этими мыслями, возвращается домой, и процент внедренного в реальную жизнь, в случае, если он был на живом интенсиве, и вот донести это дальше до реальной жизни и изменения, намного ниже оказался, чем если мы работали с ним в тот момент, когда он в своей реальной жизни находился, то есть в онлайне. Круто. Мы вообще вот в акселераторе, мы говорим, что онлайн-курс, это по сути, вообще, ну а какая-то онлайн-программа, онлайн-школа, это завод-производитель конечных каких-то результатов. В твоем случае, конечный результат, это будет человек, который нашел свое предназначение. Да, с горячими глазами. И вторым этапом, который мы обсуждали до съемок, это человек, который нашел предназначение и начал, ну и, например, заработал первые 100 тысяч рублей на этом вот онлайн-курсе. Там два варианта. Возможно, третьим будет вариантом, это который еще я купил курс. Там, знаешь как, там два варианта. Есть люди, которые хотят деньги на этом, монетизация хобби, мы называем этот модуль. Есть люди, которые находят баланс вот в своей реализации таким образом, что они где-то получают направление, где у них набирается куча энергии, прям очень много. У нас таких примеров прям хватает. И они эту энергию перекладывают потом в свою работу. Интересно зрителям, как устроена у тебя воронка в итоге? То есть вот некий, то есть как результат, да, это некий системный онлайн-бизнес, который генерирует тебе доход даже без твоего участия. То есть как выглядит твоя воронка, как выглядит команда? У меня сейчас есть три партнерства, такие достаточно эффективные и своя собственная команда. Вот везде разные воронки. Вот, значит, в партнерстве, значит, одна из воронок значит, с парнем, с Димой мы делаем, там она выглядит следующим образом. Мы работаем только ВКонтакте, ВКонтакте покупаем трафик, заводим на встречу ВКонтакте, и встречи ВКонтакте через Гамаюн, через Мессенджер общаемся только ВКонтакте с нашими учениками, вот, где-то проводим вебинар и автовебинар и дальше продаем наш основной продукт. Значит, эта воронка работает в формате недельного курса бесплатного, где мы 10 тысяч человек собираем. Недельный марафон. Да, недельный марафон. Значит, мы 10 тысяч человек примерно приглашаем на эту встречу. эти 10 тысяч человек греются, 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 один, полтора, два максимум процента на выходе покупают с чеком 25-30 тысяч рублей. Это самый эффективный воронок сейчас. Значит, почему она самая эффективная? Во многом, потому что она не выводит человека за рамки известной ему следы. ВК, только ВК. Все. Она автоматизирована, эта воронка? Да, она полностью автоматизирована. вы уроки скидываете просто? Мы запускаем на автовебинары. То есть, мы запускаем их синхронно, то есть, они все вместе заходят. Сколько там за эти недели, недельный марафон, Сколько там вебинаров за это не ведем? Сейчас скажу. Понедельник, вторник, среда, четверг продающий день. Это все по часу. В четверг дольше мы там продаем, ну, как бы дольше идет. Вот в пятницу мы им говорим, открываем только на вот эту неделю возможность курсов посмотреть. Вот все досматривают. Вот, нет, в пятницу еще один вебинар, в субботу досматривают. В воскресенье мы позволяем по рассрочке купить. Какой дальше? Какие другие воронки? Другие воронки. Значит, другая воронка, просто автовебинарная, где один вебинар. Вот, там мы имеем Роме около 4-5. Вот, там один вебинар, там есть предварительные материалы, аккуратненько для прогрев. кстати, в первый случай вообще никак не греем. То есть, две недели собираем народ на встречу, вообще их не напрягая. Потом, прям, бам, приходите, вот завтра вебинар. Вот, и прям там, ну, тремя сообщениями зовем на первую встречу. Вот, и доходимость порядка 30%, то есть, там, 2-3 тысячи человек по женскому 3, по обычному 2. Вот, приходит, собственно говоря, а доходимость до последнего вебинара, который вы... Ну, естественно, меньше, но я сразу скажу конечную цифру покупают 1-2%. Ну, мы знаешь, к чему пришли в акселье, то, что там, вот, типа, там, конверсия в продажу, там, доходимость, в принципе, такие промежуточные цифры, которые, на самом деле, как бы, и ладно на них. Коричневно. Главное, это как окупается трафик. То есть, ты вложил там 300 трафик, заработал 3 миллиона, окей, там, покупает 1-2%, ну, все равно охрененно. В этой же воронке, я говорю, я вот в какой-то момент столкнулся с тем, что как только я начал увеличивать деньги в рекламу, я что-то там сломал. То есть, как только я вложил туда больше денег в рекламу, то ли мы за трафиком не уследили, то ли мы там в какой-то момент при постановке этих вот вещаний ошиблись, и это правда было так, то есть, мы там в какой-то момент не тот день поставили. Значит, там основная проблема заключается в том, что как только это недельный прогрев, одна осечка на протяжении всего этого месяца, ты теряешь прям очень много денег сразу. Первые там вот эти вот вебинары, они, получается, идут контентом, да? Конечно. Вообще, первые три дня мы вообще даже, ну, не как просто чистый контент. Да, а, и домашнее задание. И они домашнее задание делают прям ВКонтакте, короче, человек не выходит из ВКонтакте, ему нравится ВКонтакте, он оттуда пришел, там же зарегистрировался навстречу, там же общается, там же пишет под постами домашку. Окей. А что касаемо других воронок, как они выглядят? Значит, еще есть однонемная, вот, она намного более гибка. То есть, если мы там где-то ошиблись сегодня, тестирую какой-то трафик, да, то это ошибка одного дня. Если сегодня упал сервер, то мы теряем выручку одного дня. Вот, она тоже значимая какая-то, но она однодневная, ну, хорошо, на два дня, если мы там что-то восстанавливаем, да? Вот, и туда идет просто трафик на, ну, на лендинг этот, дальше, ну, там, thank you page, классическая абсолютно воронка с однодневным вебинаром, вот, и она работает, и генерит сейчас, ну, вот, на последних месяцев цифр это около двух миллионов выручки, там, большую роль играет отдел продаж, если в первой воронке у нас механика общения через мессенджер во многом, то тут через звонки, телефон, там, и там люди звонят, спрашивают, ну, потому что за один день не успевает прогреться человек, и понять, что ему это надо, не надо, мы не успеваем как бы зацепить те задачи, на которые он работает. То есть, еще есть две воронки. Одна воронка, значит, она начинается с экспресс-курса, то есть, как это выглядит, приглашаем на экспресс-курс, недельный, так же, как в первом случае, марафон, экспресс-курс, но за тысячу или три тысячи рублей. Разница только в том, что за тысячу рублей он закрывается сразу в последний день, и все записи убираются, и все. Ну, если кто-то очень хочет своровать, он, конечно, может это все посохранять, да, но люди, как ни странно, в половине, то есть, 50% покупает за три тысячи рублей, а отличается только тем, что с вами курс остается навсегда. А продажа как идет? То есть, продажа идет с марафона тоже недельного, или? На вот этот экспресс-курс? Чтобы продать за тысячу рублей, мы продаем сразу в лоб трафик туда, и, короче, в лоб продаем. Сразу трафик, сразу на... Сразу трафик, но он доз приглашает туда. А на три тысячи рублей. Вот, а это один и тот же продукт. Тысяча или три, он просто выбирает, как он хочет. А, пакеты, да, разные? Да, у него вариант за тысячу купить, и тогда он закроется сразу, как только заканчивается марафон. А, угу. Три, он хочет оставить его себе, и всегда по нему, ну, по нескому раз его переслушать, там, посмотреть материал еще раз, и так далее. Вот такая модель. И последняя воронка, вот я сейчас на нее все время смотрю, 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 но она у нас тоже очень интересно работает, необычно, что-то. У меня есть мастер-класс, который мы продаем за рубль, который тоже конвертирует примерно около 20%, почему? Потому что человек рубль заплатил. То есть мы на стадии, когда он к нам заходит, мы ему говорим, слушай, хочешь бесплатные лекции посмотреть? У нас на YouTube полно. Иди прям посмотри, я там на каждом мастер-классе одно и то же рассказываю. Или ты хочешь стартовать процесс поиска себя. Ты вот прям сейчас решение прими, и хоть как-то намерение свое провозгласи любым способом. Любым. Вот у нас есть тебе предложение, рубль заплати, сам понимаешь вообще не про деньги речь вообще. То есть ты можешь заплатить рубль или доллар, вот, то есть оставь его себе, если хочешь, то есть, ну, это, ну, вопрос вообще не про деньги. То есть мы на этом ничего сейчас не зарабатываем. Просто либо ты бесплатный материал смотришь, это одно состояние. Пока ты там, типа, ролики смотришь на YouTube, ты их в миллион смотрел, там у тебя есть куча скачанных с халявных ресурсов, у нас воруют постоянно эти воры, да, там, куда-то бросают какие-то папки там на Яндекс.Диске с нашими какими-то материалами. Ну, купи себе такую папку, оно тебе будет лежать. То есть это явно не то, что тебе даст результат. А если хочешь начать обучение, с чего надо начать, заплати рубль и иди его изучай. Прикольно. Мы знаем, что если ты сейчас заплатишь рубль, то ты первое досмотришь до конца, во-вторых, эффективность восприятия будет в разы выше, в-третьих, это шанс стартануть и дальше, короче, эффективно учиться. Хочешь? Плати. Вот, и человек платит рубль. И у меня прямо вот в гид-курсе, я и в этого в джаз-клике, да, я наблюдаю статистику, что у меня в месяц прям покупают по рублю мастер-класс и дальше народ учится. То есть это точка старта. Вот, это еще одна воронка, но мы на нее большой трафик не заправляли, потому что мы пока, ну, она в этом месте показывает хороший показатель, но мы никогда не пробовали ее, не тестировали. Это интересный пример Паши, то, что он как бы имеет с одной стороны свою команду, да, где он является как бы сам там таким совладельцем и как бы сопродюсером, да, то есть ты выступаешь как управленец тоже. Именно так. Там я выступаю управленцем и продюсером. И я год назад поставил большую крупную галочку. Мне ученые, рынок, ну, короче, по всем каналам сказали, слушай, ты сделал какой-то шедевр. Работающий, очень мощный, очень сильный шедевр. С этого момента я переключился на маркетинг. И всей своей команде, с кем работал, сказал, говорю, слушайте, ну, мы вырастили обалденную картошку, сейчас будем ее продавать. Будем зарабатывать в 10 раз больше. Время пришло. Мы теперь из вот этих вот, ну, мастеров, которые клепали-клепали-клепали науку, наконец-таки есть очень законченный продукт, который уже не изменяется особо. То есть мы его все уже запаковали полностью с точки зрения методологии. Можно теперь как бы украшать там, маркетить, да, там всячески красиво. Но сама суть очень сильная. Даже ученые в МГУ, в высшей школе экономики меня зовут, чтобы я там их лабораторий под этот, ну, поддержал до своей практики, потому что у них в основном теория, они статьи пишут, да, а у меня прям тысячи людей. Вот. И с этого момента я пришел в свою команду и сказал, слушайте, продаем, будем зарабатывать в 10 раз больше, наконец-то. И у меня смыло всю команду. Для меня это было открытие. Когда я им сказал, что сейчас мы будем в 10 раз больше зарабатывать, они начали уходить. Они медленно, но верно, по разным причинам все разошлись. Кто-то захотел маленькую свою веточку, скромненькое, но свое. Вот. Там одна девочка сбежала с деньгами, когда стало понятно, что что-то тут не то происходит, какие-то перетрубации, какая-то новая команда формируется, тогда она сделала и сбежала. Вот. Дальше у меня было два варианта. Либо строить новую команду, которая не боится цифру 10 миллионов, профессиональные маркетологи, которые прямо вот уже куча деталей знают. Продающую механику не понаслышке, а прямо сейчас продают на большие цифры. Я пошел к тебе и спросил, типа, слушай, Серег, как правильно быть? Вот. И ты меня там штудировал, типа, слушай, смотри, значит, вот это, вот это, вот это, что у тебя есть? Вот так, вот так, вот так. Вот. Тебе нужно отдел продаж, делать. Тебе нужно вот тут. Ты мне давал инструкцию, да, и я, соответственно, такую за голову удержался, ты мне сказал, делать автовебинар. И я строю свою команду, она пока показывает самые слабые результаты среди всех моих партнеров, но там у меня верхний приоритет, то есть там я локомотив, за все отвечаю, ну и как бы на максимум сосредоточен. А у партнеров я везде, как бы, вторая, третья жена. То есть у них есть свой собственный приоритет, и они мне помогают, я им очень благодарен и рад за нашу совместную работу. Вот так я сейчас расту, как онлайновая школа системная, через партнерство, через свою собственную команду. Ну и тоже прикольно, мне кажется, запаковку и собираешь команду, которая может производить хорошие, крутые результаты, наивысшие конверсии в результат, в трехмесячный, полугодовой, в годовой программе, разница какой, важно, сколько людей у тебя довольны, получают результаты и так далее. И тогда ты, все равно какая-то известность нужна, чтобы к тебе выстраивались продюсеры в очередь. Да, то есть я сначала сделал крутой продукт. Да, поэтому вот все-таки, наверное, для эксперта на старте проще, ну вот мы рекомендуем вообще самого себя продюсировать, потому что это проще, чем найти классного продюсера. И самому себя запродюсировав и сделав там классный продукт, и его там, получив на него какую-то известность определенную, можно уже предложить себя одному продюсеру, второму, третьему. Как начальной стадии, наверное, самый безопасный, самый эффективный способ. Да, ну то есть выигрывает всегда система, но естественно, должен быть сильный управленец, который эту систему выстроит. Будешь ли ты сам развиваться как управленец, или искать управленца, но наш опыт показывает, что проще развиться самому. Но точно совершенно есть управленцы крутые, я бы не рассчитывал ключ. Я бы не рассчитывал, в этой истории сейчас я найду профессионального вот этого управленца. Вот это очень часто иллюзия такая, типа, сейчас я найду хорошего маркетолога и он меня продаст, сейчас я найду профессионального CEO, надо нанять просто хорошего директора, и он сейчас меня там дальше все решит. Вот это вот так и будешь всю жизнь искать. То есть, мне кажется, надо успевать расти. Круто. Паш, спасибо. Получилось, я считаю, продуктивное интервью, интересное. Мы сделаем еще более мощный кейс, и в следующий раз через год заснимем, как и произошло умножение на 10. Да, да, да. Как там с цифр, там типа 7 миллионов, мы в 70 миллионов выручки и с 50% маркетинальной. Или в 700 миллионов. Или в 700 миллионов, да, шагнули. Все, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»